Фараон и его армия преследуют сынов Израиля. Вот сыны Израиля пошли на выход, и дальше фараон преследует их. Что здесь происходит? Сыны Израиля достигли города Суккот, написано в Устной Торе, на краю пустыни и отправились в путь по пустыне. После того, как они странствовали три дня, творец повелел Маше, скажи сынам Израиля, что они должны повернуть назад, идти по направлению к Египту. Приказание повернуть назад по направлению к Египту было для сынов Израиля пыткой. Они радовались каждому шагу, уводившему их от мучителей. Более слабые рвали на себя одежду и волосы, но Маше успокаивал их. Я получил божественное обещание, что вы останетесь свободными. Они пустились в обратный путь и добрались до места под названием Питом. То есть, вот этот вот разворот, здесь, конечно, были и те, которые согласились, а были и те, которые говорили, что мы делаем, но, в принципе, вот этот разворот, когда мы удаляемся из Египта, уже выходим вслед за Муше, идем за этой точкой в сердце, и идет такой разворот, и мы идем, не знаю, раздражать фараона, возвращаемся обратно. Ну, хотя бы несколько слов вот об этом решении. Это мы испытываем каждый раз, когда мы двигаемся вперед. У нас получается, что шаг вперед, два шага назад, и снова вперед, и два шага назад. Для чего это делается? Да, для того, чтобы снова выявить в себе скрытые формы фараона и двигаться вперед. Человек, который начинает духовную работу, он начинает, он как бы идет вперед, и потом вдруг обнаруживает в себе большие падения, большие какие-то отрицательные свойства, которых до раньше даже не замечал. И потом, несмотря на это, снова движется вперед. И двигаясь вперед, проходя уже, он так, сантиметр вперед, два сантиметра назад. Обратно два сантиметра вперед, и еще сантиметр, три продвигается вперед. А теперь четыре сантиметра назад. И вот так он все время по такому зигзагу, но с постоянно растущим шагом, амплитудой. Он движется вперед. Вот это вот движение называется? Движение назад, оно очень-очень, конечно, неприятное, потому что ты начинаешь раскрывать в себе такие свойства, которых раньше вообще и в помине в тебе не было, действительно не было. И ты видишь, что движение, оно неправильное получается. То есть ты вроде бы хотел стать более общительным, более желательным, более связанным с другими, не делай другому, чего не желаешь себе, возлюби ближнего самого себя. Это я удаляюсь. Братья, братья, ты выходишь из Египта с этим движением, и вдруг ты падаешь в такие ощущения ненависти, злоумышленные такие относительно других. Ну, в общем, жёстко. Это значит, как бы я возвращаюсь. Возвращаюсь, да. Причем как возвращаюсь, тебе тот же впереди ведущий тебя возвращает. Да, то есть ты видишь, что всё это идёт как бы по порядку и в струе в этой, в которой ты должен двигаться к Творцу. И тут такой поворот, и ты не понимаешь, в чём дело. Или это методика на самом деле такая коварная, и тебя хотят завести, запутать и тобой воспользоваться. Или на тебе это не примеряется, то есть ты не готов для этого, это для тебя не подходит. Или у них какие-то есть планы, может быть, у тех твоих учителей. Коварные. Да, коварные, что они тебя хотят запутать. Ты его начинаешь ненавидеть и подозревать. В общем, всё что угодно. В общем, вот так вот человеком действует. Причём здесь ещё есть фраза такая, сказано, скажи, это Творец говорит Моше, скажи сынам Израиля, что они должны повернуть назад и идти по направлению к Египту. То есть это указание в данном случае. Да, да, за человеком абсолютно всё понятно. Он видит, что это... Вот дальше... И тут он начинает, то есть начиная от Творца и от Моше, и от всей этой компании, в которой он там, например, группа каббалистов, допустим, в которой он находится, от всего этого, от учёбы, от всего этого, он видит, что из этого всего ничего не получается, что наоборот это куда-то его утаскивает обратно, и он уходит, улетает. И вот таких вот, говорят, из тысячи один только продолжает, несмотря на то, что идёт назад, продолжает таким образом движение вперёд. Да, вообще. То есть это и есть удаление от Египта и возвращение. Возвращение ради движения назад. Ради движения вперёд. Вперёд, то есть, да.